Соник. Комикс. Нежелательные последствия. Том 1. Ёжик Соник сражался с доктором Эггманом на протяжении долгих лет. Сумасшедший учёный нападал снова и снова, и Соник всегда давал отпор, еле успевая перевести дух перед очередной атакой Эггмана. Однако после недавней битвы доктор Эггман исчез без следа. Но вот его армия роботов никуда не делась. Охо-хо, похоже на неприятности. Судя по звукам, местные дают железякам достойный отпор. Надеюсь, они не будут против, если я протяну руку помощи. Бегите, прячьтесь в бункере. Хрясь. Дыщ, дыщ. Эй, не ранен? Вроде цел. Да вы же, вы же Соник. С собственной персоной. Держи. В следующий раз смелее бей им по роботам. Знаю я кое-кого, кто такой штукой круто орудует. Вы тот самый Соник. Лучше спрячься, приятель. Классно поболтали, но город сам себя не спасёт. Пока. Ладно. Класс. Городское ополчение. Роботы идут с севера, а у вас там всего один паренёк на посту. Поняли? Уже идём. Быстрее. Они уже близко. Я пытаюсь. Люк заела. Вуш. Шух. Весь этот ужас стоил того, чтобы рассказать всем, как мне подмигнул сам Соник. Надеюсь, мы выживем и успеем взять у него автограф. Скрип. Вы гляньте, ещё один парень с молотком. Прошлый мне больше нравился. Дышь, 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 дышь. Далеко собрался. Дышь, дышь. Какая здоровенная клюшка. Шайбу, шайбу, шайбу. Так, ладно, судью намыла. Бдам, 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 бдам. Ёж существительное. Животное, роющие норы. Ух ты, а вы, ребятки, неплохо двигаетесь, если захотите. Тейлз. Ты можешь не рисковать жизнью хотя бы пять минут? Могу, но это слишком скучно. А если серьёзно, то спасибо, что спас. Рад помочь. Как обстановка в городе? Кучка второсортных батников. С большинством я разобрался, остальных местные сами добьют. А вот эти супер батники уже другая история. Это уже работа для профессионалов. Покажи им класс. Дышь, дышь, шух. Гзот. Дышь. Дышь, 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 дышь. Дело пошло бы быстрее. Будь с нами, Наклз. Да не, мы прекрасно справляемся. Оставшиеся роботы пытаются сбежать. Они могут напасть на другой город. Понял? Дышь, дышь. Дышь. Они почти выбрались. Ну же, Тейлз, шевели хвостами. О, маловерный. Что скажете? Настоящее мастерство. Бонусные баллы за драматичное попадание в последнюю секунду. Благодарю вас, благодарю. Очередной день спасен благодаря Сонику и Тейлзу. Эти шикарные роботы где-то на уровне тараканов. Я бы согласился, но эта атака была куда более скоординирована. По крайней мере, в сравнении с тем, что мы видели в последнее время. Серьезно? Не заметил? Ну ладно, эговских молотилок я и правда давно не видел. Я не это имел в виду. Победив Эгмана и его армию, мы освободили наш мир от гнета его империи. Армия батников никуда не делась, но лишилась единства. Все прошлые атаки были скорее случайны, чем целенаправлены. Но сегодня четко скоординированные действия, супербатники, засады. Что-то делает армию Эгмана более сплоченной. Аргументы приняты. Думаешь, Эгман вернулся? Даже не записав гневного видеообращения? Быть такого не может. После столь громкого поражения он бы сделал все, чтобы мы узнали о его возвращении. Меня пугает отсутствие шумихи. Тогда я просто продолжу делать свое дело. Эти батники – реальная угроза для всех. Неважно, скоординированы они или нет. Так что я побегу дальше, ломая все железяки на своем пути. Да, но если они получают от кого-то указания, тогда это будет куда веселее. Просто будь осторожна, ладно? Если снова потеряешь бдительность и пострадаешь... Эй, да в каких передрягах мы только не бывали и всегда выбирались целыми и невредимыми, так? Ну, наверное. Я буду осторожна, обещаю. Хорошо, спасибо, Соник. Если ты так переживаешь, то можешь составить мне компанию. Точно. Прям как старые добрые. В округе слишком много бадников. В одиночку ты найдешь их быстрее. Я останусь здесь и помогу жителям восстановить город. Благородство тебе не занимать, приятель. Мы обязательно побинаем бадников в следующий раз. Заметано. Итак, он пережил первое испытание. Неудивительно. Отправьте батальон роботов в ближайший город. Они для него как огонь для мотылька. Удостоверьтесь, чтобы слухи о боевых заслугах Соника дошли до сопротивления. Я хочу раздавить двух ежей одним ударом. Рисунок Трэйси Ярдли. Рисунок Тайсон Хисе. А ты неплохо бегаешь, здоровяк, но я не позволю тебе растоптать этот город. Дышь, дышь, врум, врум. Дышь, 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 дышь. Та-да! Соник, это было так круто. Ура! Я уж думал, нам крышка. Соник, как ты это делаешь? Соник, спасибо, спасибо. Б-дум! Берегись, бежим! Скреш! Кия! Пико! Ты становишься небрежным, Соник. Э, Эмми, какая милая встреча! Я узнала о том, что вы с Тейлзом делали в соседнем городе и поспешила сюда. Я как чувствовала, что ты будешь здесь. Ха-ха, слабо бежит вперед меня. А, неважно, похоже, здесь все под контролем. Спасибо за помощь, пакеда. Соник, подожди, я ведь пришла сюда из-за тебя. Я в курсе. Это вроде твоя фишка. Не в этом смысле. Нет, я, конечно, всегда рада тебя видеть и последовала бы за тобой даже на край света, если бы ты разрешил. Ох, ты опять вогнал меня в краску. Соник, ты должен вернуться в ряды сопротивления. Вернуться? Я думал, война закончилась, а вы просто добиваете оставшихся бадников. Мы тоже так считали. Но мы не учли, насколько армия Эггмана огромна. Остатки его войск повсюду. И даже без Эггмана они крайне опасны. Эти бадники нападают на каждого, кто попадется им на глаза. Сопротивление старается закончить эту затянувшуюся войну. Мы бы работали намного эффективнее, будь у нас централизованное и организованное командование. Не, я пас. Ох, ради всего святого, почему? Тейлс кое-что подметил, и это не дает мне покоя. Последняя группа бадников действовала куда более организованно. Но Эггман так и не взял на себя ответственность. Это совсем не в его стиле. А теперь ты якобы случайно узнала, где я. Как раз когда сюда нападает очередной супер-бадник. Ой, я об этом даже не подумала. Именно поэтому ты и должен вернуться в сопротивление. Нет, именно поэтому мне нужно двигать дальше и выяснять, что происходит. Ты можешь потратить недели и месяцы, слоняясь туда-сюда в поисках зацепок, спасая все больше и больше мирных жителей от бадников. Все выигрыши. Соник, мисс Роуз, тревога на нас напали. Все путем мы уже разделались с супер-бадником. Нет, там целая армия движется с запада. Кработ был приманкой. Нужно остановить вторжение, пока они не захватили город. Я побегу вперед и расчищу путь. У вас есть какие-то оборонительные сооружения? Мы перестроили городскую ратушу в бункер во время войны. Отведи меня туда. Все безоружные быстро внутрь. Все, кто может сражаться, ко мне. Займите позиции на верхних этажах. Не стреляйте, пока бадники не выйдут на площадь. Бу-дам. Упс. Еще не все на месте. Разбейтесь на пары. Проверяйте каждый дом и приводите не больше десяти жителей за раз. Не шумите и внимательно смотрите по сторонам. Бам-бам-бам. Они идут. Приготовьтесь. Черт, я пропустил слишком много бадников. Пиу-пиу-пиу. Огонь. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Ура. Ю-ху. С первой волной покончено. А мне казалось, что Наклс у нас командир сопротивления. Ох, командует он неплохо. Но как ты думаешь, кто все это организовал? Класс. Так какой у нас план? Мы заняли отличную оборонительную позицию. И ополченцы расставлены грамотно. Но... Слишком много бадников? Слишком много бадников. Нас задавят числом. Нам нужно понять, откуда они идут. И удержать их, чтобы спасти местных. Приступаем? Конечно. Шух. Пи-ко. Вуш. Ю-ху. Ну разве не весело? О, да. Пи-ко. Бум. Знаешь, ты бы мог заниматься этим дненопролет вместе с сопротивлением. Фигушки. Ох, да ладно тебе. Я уже сказал, чем собираюсь заниматься. Да ты даже не обдумал мое предложение. А мне и не надо. Шух. Пи-ко. Я и так знаю, что для меня лучше. Да, но что лучше для остальных? Пи-ко. В этом я не шарю, в отличие от тебя. Так что ты занимайся своими делами, а я своими. Позади тебя. Если не хочешь делать этого ради сопротивления, сделай ради меня. Никаких любимчиков. Хм, ну хотя бы ради друзей. Эк, пешки в десяти метрах. Пи-ко. У них же есть ты, забыла? А ради чили-дога? О, а вот это уже разговор. Издеваешься? Эй, вражеский корабль приземлился прямо за деревней. Похоже, там еще целый экипаж проблем на борту. Плохо дело. Мы не пробьемся через такую толпу традиционным способом. Нет? Думаю, пора разбомбить их игрой в крокет. С такого расстояния? Да ты рисковый парень. Пи-ко. Врум. Врум. Ка-бу. Ха-ха-ха. Ты попала прямо в энергетическое ядро. Какой удар. Ты цел? Ага. Вторжение остановлено. Видимо, тебе пора. В этом вся моя жизнь. Двигаться вперед, спасать народ. Вот и будет свободным, словно ветер. Жить так, как я захочу. Таков мой путь. Ах. Эмми, ты прав. Я прав. Ты такой, какой есть. И поэтому я люблю тебя. Мне тебя не изменить. Да и не хочется. Хех. Ну, у тебя всегда есть выбор. Можешь пойти со мной. Не могу. Я нужна сопротивлению, чтобы поддерживать порядок. Меня и так давно там не было. Но если ты не против, могу дать указание. Наклз отправился на разведку в город на юге. И от него нет вестей. Так что, возможно, ему нужна помощь. Так, точно, капитан-командир Роуз. Мэм. Еще слово я тебе врежу. Снова провал. Я не учел, как сильно повзрослела Эми Роуз. И теперь Соник отклоняется от заданного мною курса. Это удручает. Есть и хорошие новости, босс. Смотрите навстречу, кому он рванул. Да, возможно, они наконец избавят меня от этого ежа. Рисунок Адам Брюс Томас. Рисунок Тайсон Хесе. Ох, чтоб меня. Впервые я опоздал. Похоже, Наклз уже загробастал себе все веселье. Эй, Наклз, для меня что-нибудь оставил? Соник, давно не виделись. Какими судьбами? Я наткнулся на Эми в соседнем городе. Она сказала, ты тут ищешь приключений на свою голову. Ну, я и решил помочь. Знаешь, далековато от тебя занесло от главного штаба, командир Наклз. Ух, не напоминай. Дела шли куда интереснее, когда мы спасали мир. А теперь мы сосредоточились на реконструкции городов. И вентаризации, и тьфу, мне не хватает усидчивости. Поскорей бы вернуться на остров Ангела и заняться старой доброй охотой за сокровищами. Понимаю. Эми попыталась уговорить меня вкалывать на полную ставку. Ха, тебя? Как наивно. Итак, что здесь творится? Этот город – база для расследования виспанов. Поставки неожиданно прекратились, и я решил выяснить причину. Эй, я командир сопротивления. Я разобрался со всеми роботами. Откройте ворота. Простите, сэр, но у меня приказ никого не пускать. Это от кого еще? Я не могу сказать. В последнее время бадники атакуют все чаще и чаще. Может быть, это их напугало? Не думаю, что-то тут нечисто. Вам не стоило этого делать. Зря вы вообще пришли. Почему? Если что-то не так, мы можем помочь. Нет, вы не сможете. Они забрали всех виспов и все виспаны. А значит, у нас нет ни единого шанса. Теперь они непобедимы. Они – это кто? Послушай, приятель, мой друг только что на твоих глазах разобрал супер-бадника на металлолом. Мы можем за себя постоять. Давай начнем сначала. Что случилось? И то верно. Хорошо. Прямо перед окончанием войны к нам явилась пара наемников. Они были беспощадны. Они расправились с армией Эггмана и спасли город. Они сказали, что усилят нашу оборону. Но на самом деле они захватили наш арсенал и сделали нас узниками собственного города. Теперь мы должны им подчиняться. Мы не можем дать им отпор, но избежать не можем за стеной полной роботов. Что ж, кажется, нам стоит подать жалобу управляющей компании. Да, Наклз? Абсолютно верно. Где нам искать этих клоунов? Они сделали крепость из склада. Идите прямо по дороге и направо не пропустите. Круто. Можешь расслабиться. Все схвачено. Эй, я нашел виспов. Прежде чем отправиться в одиночку, Тейлз отдал нам переводчик с языка виспов. Мы попросили их помочь нам в борьбе с Эггманом. Они с радостью согласились, даже понимая, что придется ждать своего часа в этих капсулах, пока наши войска не войдут в зону боевых действий. Но этих ребят держат в заложниках. Такого я простить не могу. Ха-ха-ха. Потерпите еще немного, мы скоро вас освободим. Ха-ха-ха. Неплохо. Ага. А теперь неси нам еще порцию, пока мы не решили вбить в манеры в твою голову. Ого, на их фоне даже команда хулиганов выглядит, как сама добродетель. Я их пополам сломаю. Не кипятись, будем действовать не спеша. Нужно дать местным шанс укрыться. Точно. Да потом я их сломаю. Эй! Я Ёжик Соник. Слыхали обо мне? А это Ехидна Наклс, командир сопротивления. Вы обвиняетесь в воровстве, вымогательстве, похищениях и том, какие вы первоклассные злодеи. Можете сдаться по-тихому, а можем и пошуметь. С чего вы взяли, что можете вот так явиться в наш город и испортить всю веселуху? Ага. Мы слыхали о тебе, герой. Но о нас ты точно не слышал. Хотите подраться? Вас ждет только крах. Готовьтесь. Перед вами Трамбл и Раф. О нет, к такому меня жизнь не готовила. Осторожнее, Соник. Их действия четко слажены. Наклс, что бы я без тебя делал? Поехали в бой! Шух. Дышь. Шух. Ври. Дышь. Бдам. Бац. Шух. Бомба-вонючка. Шух. Бду-у-у-у. Эй, братан, мы же еще не закончили. Фу. Ты в порядке, друг? Все хорошо. Ладно, хватит дурью маяться. Молитесь. Так, а вот это уже может быть проблемой. Я их отвлеку. Хватай виспан и... Нет, у меня есть идея получше. Виспы, это я, ваш старый приятель Соник. Я спас вашу планету от Эггмана, помните? Некоторые из вас решили перебраться в этот мир. Вы помогали мне на Лост Хекс. Вы помогали сопротивлению сражаться с Империей Эггмана. Я знаю, что сражение не ваш конек, но вы неоднократно доказывали свою силу и храбрость. Не позволяйте им вами командовать. Они используют вас, чтобы над всеми издеваться. Но вы не обязаны подчиняться. Блин! Давай, давай, давай. А ну, полезайте обратно. Хлоп, хлоп, хлоп. Вас в угол загнали. Время для штрафа. Пора напугать Трамбла и Рафа. Нет, нет, нет. Эй, это чисто наша фишка. Не смейте повторять. Бац, бац. Ура, ура, ура. Ура, вы справились. Как нам отблагодарить вас? Немного чили догов, и мы в расчете. Ммм, он говорит. Без понятия, я не взял с собой переводчик Тейлза. Теперь я понял. Он сказал, что виспы останутся здесь и помогут защищать город. Спасибо, спасибо огромное. Надеюсь, вы успели насладиться моментом. За решетку вы двое надолго засядете. Пф, их жалкие клетки нас надолго не удержат. Мы выберемся и будем мстить. У вас появились новые заклятые враги. Трамбл и Раф. Спасибо за помощь. Не сказал бы, что я в ней нуждался. Ха, ты не оставил мне бадников за стеной, так что за тобой был должок. Надеюсь, наступит мир. Я очень соскучился по дому. Я бы сам не отказался от отпуска, но сначала нужно выяснить, кто стоит за бадниками Эггмана. Ну а пока вечеринка. Ура! 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 Хмм, Наклс все еще играет в героя. Значит, остров Ангела остался без охраны. А мастер Изумруд лежит без присмотра. Это значительно ускорит реализацию моих планов. Рисунок Дженнифер Эрнандес. Рисунок Тайсон Хисе. Кто бы не стоял за роботами Эггмана, он действует все жестче. Надеюсь, я не опоздал. Не просто будет справиться с такой армией в одиночку. Может, Эмми была права? Мне бы сейчас не помешала помощь сопротивления. С другой стороны, войска сопротивления еще не прибыли. Может, они не знают о нападении? Будь я с ними, я бы тоже понятия не имел о том, что тут творится. Не время гадать. Уничтожить роботов, спасти город просто и понятно. Тут кто-то есть? Ха! Ммм! Бум! Юху и ай! Юху и ай! Берегись! Упс! Благодарю! Добро пожаловать в мой родной городок. Извиняюсь за бардак. У нас тут небольшая робо-проблема. Проблема? Какая проблема? Ха! Мило, что для тебя это пустяк. Отличный удар. У тебя талант. Часто практикуешься? Можно и так сказать. Я ежик Соник. О, класс! Всегда хотела с тобой познакомиться. Я Лемур Тенгл. Очень приятно. Взаимно. Я уже давненько отбиваю атаки роботов. Но это просто что-то с чем-то. Тяну. Пию, пию, пию. Ага, случайные шайки начинают собираться в организованные группы. Без понятия почему. Пытаюсь это выяснить. Тра-та-та-та-та-та. Я так понимаю, ты не из авангарда сопротивления. Уверен, что они сейчас где-то отбивают похожие атаки. Прекрасно. Итак, разделим их 50 на 50. Если ты справишься, то конечно. Фу-ш! Вау! О, да! Эй, Блейз! Соники, ты здесь? Значит, это роботы доктора Эггмана? В точку! Поселению нужна помощь. Так что, если ты не против, с удовольствием. Дышь, дышь, дышь. Тра-та-та-та-та-та. Шух. Пию, пию. Боюсь, что нас троих будет маловато. Городское ополчение тоже здесь. Без разницы. Они восполняют потери быстрее, чем мы от них избавляемся. Они прут звон того корабля. Он недавно прилетел и с тех пор без конца высаживает роботов. Это посерьезнее того корабля, который ликвидировали мы с Эмми. Блейз, сможешь до него добраться? Слишком высоко. Абсолютно вне зоны моей досягаемости. Знаю, что мы только что встретились, но... Запрыгивайте! Готово? Готово! Бон-вояж! Бамс! Бум! Ка-бум! Бум! Ка-бум! Это было потрясающе! Но с Сомиком все будет в порядке? Разумеется! Пум! 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 Это было просто отпадно, ребят! Ты всегда так весело живешь? Если есть возможность, да! Ах, да, надо вас познакомить! Блейз, это Тенгл, она местная. Тенгл, это Блейз, она принцесса из другого измерения и хранительница Сол изумрудов. Они как хаос изумруды, только огненные. Ха-ха, ясно, понятно. Благодарю за спасение моего дома, ваше высочество. Пожалуйста, и прошу, зови меня просто Блейз. Всегда рад встрече, но что привело тебя сюда? Да, на то была воля Сол изумрудов. Я пришла в этот мир, чтобы спасти его от страшной катастрофы. Ха, без обид, но ты опоздала месяцев так на семь. В каком смысле? Эггман поймал меня и захватил мир. Чего? Спокуха! Друзья вытащили меня, и мы вместе надрали ему задницу. Подожди-ка, ты сказал, что оставшиеся бадники собираются в отряды? Ага, пока не похоже, что это Эггман, но... Неважно, суть в том, что они становятся опасны. Что, если война была только началом? Что, если грядет нечто куда более ужасное? Сол изумруды не любят болтать. Если они направили меня сюда, значит, на ту была причина. И я остаюсь здесь, пока не выясню эту причину. Я знал, что на тебя можно положиться. Но сперва твоя деревня охвачена пожаром. Я постараюсь унять пламя. Покажи, где нужна помощь. Ты просто супер, следуй за мной. Оставлю охоту за главарем тебе. Пока, Соник, спасибо за все. Чао. Фух, мда, после такого мне нужна передышка. Уже лучше. Где-то еще. Уже поздно, пора домой. Но она сломалась. Я не смогу занести ее. Ох, ох, ох. Не волнуйся, малыш. Я починю твою маленькую красную тележку. Скоро я починю вообще все. В следующий раз доктор снова в деле. Ну что, ребята, вам понравились захватывающие приключения Соника и его друзей под названием «Нежелательные последствия». Если да, ставь лайк. И еще обязательно не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До новых встреч. Пока, ребята. Продолжение следует.